всех приветствую с вами я веган христолюб мы с вами сегодня такое вот видео и я запишу а вы посмотрите называется шизофашизм может кто-то уже слышал сейчас такое выражение употребляется но не знает что это да ну или плохо знает или впервые сейчас услышали на самом деле не так давно это дали на определение хотя я точно не знаю там всю историю этого слова мне почему кажется что она достаточно свеженькая да вот но ролик назвал шизофашизм или антифашистов и фашист так вот много нагородил я следующее видео буду про ядерную войну про ядерный взрыв писать его вот все колебался какой из них вперед написать но решил прошу 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 за фашизм немножечко вперед написать кто знает приписывать по крайней мере через черчиллю я надеюсь вы знаете кто такой черчилль но если нет это тот человек премьер-министр великобритании в годы второй мировой войны 39 тире он был и до и чуть-чуть после кто знает потом у него он был и просто популярен как сейчас зеленский в англии во время войны но на самом деле точно также не были проблемы с собственными гражданами после войны там не особо то у него и избраться не получилось но и не особо то его любили вот на самом деле но действительно приписываю фразу и вообще по поводу того что там ссср выиграла великую отечественную она может великую отечественную выиграла на вторую мировую выиграла не она одна если бы не всеобщее так скажем вы знаете я против войны и вообще любой даже так скажем оборонительные пацифист по тому что учение истина говорит о том что все люди творение одного бога одни из заблудшие другие просто прозревшие вот и все поэтому убийство врага и грешника это зло потому что да ты отправляешь как они сами в ад на самом деле прежде неволе после него сами туда отправляясь его убийцы вот так как раз святой человек принося все в жертву дает шанс грешнику попасть и покаяться измениться и попасть куда в небесное царство любви это очень важно но вот этот черчилль который по сути со стороны англии управлял армией выиграл морской вторую мировую войну со стороны англии до которая началась еще до великой отечественной для людей живущих на территории ссср уже два года шла война уже гитлер всю европу завоевал до санглии он два года бился помогала америка и англии лэнд-лизом и всеми делами вот я надеюсь что вы все хоть немножко истории узнали хотя бы тот кто смотрит мои видео ну или впервые попадет на мои видео да и вот этот черчилль по крайней мере ему приписка я сказал эту фразу что фашисты и есть разные интерпретации тоже плюс-минус вы поищите и так и всяких разная форма но мне вот зашла вот такая вот больше фашисты будущего будут называть себя антифашистами фашисты будущего будут называть себя антифашистами так и есть я кто видел эту картинку состряпал я такой я сделал пост везде где мог разместил в социальных сетях во всех своих каналах телеграммы ютубах не с тонким намеком до ком идет речь а естественно речь идет о путлере все его все его своре подкаблучные и всех расистах которые в современном мире поддерживают убийство расистами украинцев ну и в принципе я говорю так то посты разные вы найдете в интернете я сам вот сейчас с вами некой статейкой поделюсь я всего зачитают как видите все что у вас на экране два абзаца мы с вами просто их прочтем вы знаете для меня проблемы писать какие-то тексты короткие и глубокие поэтому пользуюсь обычным сторонними какими-то ресурсами называется шизофренический фашизм ну как видите шизофашизм просто коротко до расшифровка шизофренический фашизм здесь как раз вот такой вот пост фашисты будущего будут взять антифашистами черчилль ну по сути я просто по-своему немножко там передела так смысл именно этот и я просто хочу прочитать ну и своими словами все с вами поговорить там целая статья конечно как раз о современности речь идет как раз о рашистской агрессии против украинцев но и мы все с вами читать не будем я хочу немножко другом сказать чем речь идет об этой статье но два абзаца мы сводится все-таки с вами насилием и прочитаем шизофашизм шизофашизм это фашизм под маской борьбы с фашизмом собственно фашизм цельное мировоззрение соединяющие собственно сам фашизм базис дается определение цельное мировоззрение соединяющие теорию этнического или расового превосходства империально ну то есть раз империализм 2 национализм 3 ксенофобию 4 великодержавность 5 я даже считать не буду антикапитализм антидемократизм антилиберализм и здесь много чего можно добавить анти или за что они топят я вам не буду давать определение всем словам что такое расовое этническое превосходство империализм национализм ксенофобия на если вы сами знаете нули за погугли и узнаете великодержавность что-то можно понять по словам что-то кому-то не очень близко ну я думаю что кто человек образованный захочет и все это узнает да что такое ксенофобия и прочие вещи да и давайте еще второй абзац прочитаем шизофашизм это расколотое мировоззрение своего рода карикатура на фашизм но серьезная опасная агрессивная карикатура шизофашизм проявляется в истерической ненависти к свободе демократии ко всему чуже странному к людям иной идентичности а также в поисках врагов и предателей среди своего народа здесь уже плавно переход идет к статье почему игру что я не знаю насколько современная я не стал и не могу вам сейчас сказать насколько это новое слово шизофашизм когда она появилась я не стал даже этим интересоваться вы можете проникнуть глубже меня и сами поинтересоваться можете в комментариях кому интересно кто какую информацию накопает интересную поделиться в комментариях под этим видео кто-то с удовольствием может почитать может быть я когда нигде нет еще лишь озвучу мне почему кажется это буквально недавнее изобретение такое слово хотя вы знаете что все новое давно забытое старое но своими словами вы знаете действительно вот это о чем я сегодня я такую иллюстрацию видите на значке она немножко всегда у меня на втором плане сейчас я вам ее открою более в резкости в хорошей полноценной да вот современная расисты о чем я говорил очень долго я более шести лет на ютубе и говорил об этом постоянно все это нас и не с избранностью что евреи когда я всегда кто знает меня на канале христолюб библии на и писание чтение библии написали целиком записано в моем прочтении с комментариями вся библия ветхий новый завет все что там было связано с еврейском народе кто знает его избранностью его уничтожением там всем окружающих народах и обо всем этом говорил я говорил что все народы современные кстати этим больны все абсолютно и американцы кто не просто люди обычно не интересуются культурой мы свою не знаем как культуру до говорят историю своего народа да хотя их знаете я против все это народность вот им национальности национализма и нацизма потому что эта цепочка приводящая именно к этому до однородности я потихонечку прихожу к нацизму это так это так и есть на самом деле вот и что там ветхом завете я читал и показывал что все это нас и не евреев со своей избранностью до своей особенностью до к чему приводила вот к тому и приводила я говорил что все кто идут этим путем это же на просто в прообразе в истории осталось делать не прям еврейском народе а это болезнь всех народов почему говорят ой да что там ветхий завет есть но кто против там христианство или вообще чего-то такого библия то есть сам начинает вот ветхий завет а для евреев зачем тебе нужен чего он считаешь да какая разница для кого есть всегда великая мудрость что учиться на чужих ошибках да к сожалению это невозможно хоть это и теория на практике мы всю жизнь учимся только на своих что такое познать что добро и зло должен каждый в этой жизни на своем опыте все во всех сферах жизнедеятельности человека и вот израильский народ который там насос своей богоизбранностью да мы просто на его фоне можем увидеть все народы мира вот и всю историю всех народов абсолютно вот и во первых там богоизбранность надо на нее смотреть кто просветлел кто про 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 сиял кто прозрел понимать что не не здоровы имеют нужду во врача и больные поэтому избранность еврейского народа была как раз в том что бог видит самый больной народ это раз на вторых игру это все это раз но это только ступенька понять у того что все такие вот чтобы чтобы себе не понять другую дурную мысль чтобы вот это вот не привела что это евреи больные а мы все хорошие нет стараемся который должна человеку просветленному детью свету прийти в голову христианину что все народ таки все больны вот эти все что здесь перечислить даже вот здесь мы с вами там да вот это империализма высокодержавность избранность вот это все ксенофобии все это да и книги не восприятие вообще других людей на к думающих и на к мыслящих и на к выглядящих да это все вот это все непонимание истины от того что добро и зло это никогда мы разные и что-то в мире разное красота мира в его разнообразии бог прекрасен в своем разнообразии все его творение прекрасного разнообразия разность это не грех разность это не зло зло это когда кто-то кому-то причиняет боль боль страдания Или получает удовольствие за счет чьих-то страданий. Или не кается, когда причиняет какие-то случайные страдания человеку. По поводу фашизма, чтобы не распыляться. Здесь то же самое. Конечно же, ничего нового на самом деле. И вы знаете, кто интересуется всеми этими вещами, не решил это все отстраниться. Действительно проводят аналогию. То, что Путлер это Гитлер, это действительно и все расшисты, это фашисты. С 70-80 летней уже давности. Это для нормальных людей, для кого не секрет. Они все это очевидно видят. И уж сколько было сравнений, как и Гитлер, в общем-то, развязав кровавую бойню в Европе, а потом по всему миру. Немногие даже знают, что он там в Африке. У него фронт был, на Африку завоевывал. Для многих, кто вообще не интересовался, все время кажется, что это только вот он на Россию, на СССР напал. Конечно же, это бред. Надо хотя бы хоть как-то поинтересоваться историей. Но началось все с чего, кто знает, что в Польше, в Польше там есть тоже, как всегда, спорные территории. Они всегда есть между двумя какими-то странами, государства, которые вечно черчат линии между собой. Нет бы стереть все эти линии давно с планеты. Хоть одним поводом для ненависти было бы меньше. Но мы настолько тупые, что мы не готовы принять, мы настолько насуемся со своей избранностью, национальностью, вот этой вот, да, тупостью просто. Потому что от того, что я русский, хотя что это такое, да, кто-то меряет процент какой-то крови или цвета кожи, или предков, или еще что-то, или моя способность разговаривать на каком-то языке. Это настолько тупость. Национализм сам по себе настолько идиотичен, да, что это просто поражает на людей, которые вот, да, даже не нацисты, а даже националисты. Или, как вот они говорят, да, насуются просто своей нацией, я не знаю, как там мягкая форма самая, да, народность. С народностью со своей все переживают. Как же вот я же вот русский там или еще что-то. Все это чепуха, конечно. Все это ведет, вот мы видим, к чему. Вот. И ведь Гитлер тоже там защищал, да, немецкоговорящих, да, на севере Польши. Все с этого началось. И маленький кусочек сначала оттяпал и пошло-поехало. Потом в Австрии все то же самое. Так что мы видим, к чему это идет. Я, как вам сказал, следующий ролик после этого, кто последний смотрит, будет о ядерном взрыве, о ядерных ударах, о ядерных бомбах, о ядерной войне. Я такой дисклеймер скажу. Будет ли она? Конечно, будет. Все нас ждет впереди. Ну, ладно, не буду зря тот ролик раскрывать. Вот так. За травочку. Я объясню, почему все расскажу. Это уже очевидно. Уже радоваться. Как видите, я хоть и улыбаюсь уже, потому что, вы знаете, это единственная защита в жизни. Ко всему уже относиться просто с юмором. Даже когда тебе уже, по-моему, зубы выбивают, ты будешь просто ржать в ответ. Просто от того, что человек, это единственная защита, которая, чтобы не сойти с ума от того, что происходит. Вот и все. Все будет. Мы уже живем. Мы землю в ад превратили еще со времен Адама и Евы, да. Когда они пролили первую кровь на землю, убив беззащитное живое существо. Шизофашизм. Очевидно, да. Что такое шизофрения вообще? Я вот здесь не понимаю. Я своими словами скажу, да. У шизофрении, конечно же, тоже много разных определений. Знаете, ведь медицина – это только не точно наука. Кто же любит, кто-то там с его углубительствует, да, всегда поймете, да, это вам не математика. Вот. Уж математику давно свергают с пьедестала точной науки, а уж все эти. Вот. Но я вам с вами славяне скажу, как я понимаю. Потому что я говорю, все эти споры порой, знаете, мы просто по-разному воспринимаем разные вещи. И действительно, здесь много слов, понятий пересекающих и так далее. Но шизофрения прежде всего здесь, здесь даже вот из этого определения шизофашизма, если вы откроете определение шизофрении, вы увидите, по крайней мере, одно слово, которое точно употребляется и тут, и тут вот употребили. Это расколотное мировоззрение. Что такое шизофрения? Шизофрения – это когда человек, у него начинается, ну, из хотели, есть же эры, там куча определений, если вы полезете в медицину, раздвоение личности вот это, когда человек живет разными личностями, вплоть до там говорит сам с собою разными, не то что голосами, а он реально что-то там в голове может происходить, не знаю, он делится на два существа. Вот. Все это разное есть, но по сути шизофрения – это вот расколотное состояние, когда ты сам себе противоречишь. Ну, по сути, у тебя в одном стакане огонь и вода, да, и плюс, и минус, кто знает, что происходит в электричестве, короткое замыкание, да, взрыв, искры, пепел, да, и так далее. Кто пробовал или случайно прикасался, кто знает, насколько это неприятное все, плюс-минус соединение, да, когда это происходит, тем более у тебя в руках или на твоих глазах. Вот это то же самое. Шизофрения – это плюс-минус. Вот. Это настолько в тебе расколото мирозрение, потому что ты, получается, якобы борешься, вот, посмотрите, наверное, начиная с Путлера, заканчивая самым последним недобитым расистом, как говорят, да, ну, про недобитого, понимаете, я шучу. Вот. Никого добивать святые люди не должны, но вот действительно, что они, да, да, который сам там помойку жрет целый, ладно, эти хоть они там, да, все у них есть, живут в роскоши, но когда ты сам там помой жрешь еще и расистом являешься, конечно, с виду смотрится просто печально. Вот. И действительно, вот, посмотрите на них, они всю жизнь нашлись с этой победой, да, якобы Великой Отечественной, только почему-то забывая, что вот тех же самых финнов там убивали тысячами, да, да, поляков тех же самых, оккупировали все окружающие территории, да, да, с Гитлером еще буквально за пару месяцев до этого Польшу разделили пополам, да, ничего, никто что-то об этом вспоминать не хочет, но они вспоминают победу великих предков, да, над фашизмом уже, над шизофреником, победу одного шизофреника Сталина, над победой другого шизофреника, да, Гитлера. Кстати, уж Черчилль, в отличие от Сталина, Черчилль, хоть, я говорю, тоже там не особой радостью-то пользовался. Это во времена войны, да, но там его народ поддерживал, как все говорят, народ сплочается, а уже после, кто знает, история печальна, он думал, что он там любим народом, никому он не нужен был, да, вот так вот. И, ну, а уж, а Сталин действительно шизофреник, ну, кто знает, Путлеру он очень нравится, и он его живая копия, а может даже перевоплощение. Тут теряюсь в догадках, да, перевоплощение Гитлера это или Сталина, или это все в одном стакане, тут все вместе смешалось. Оба беса вошли в этого человека под именем Путлер. Я не знаю, да, Бог ведает, что там. Вот, и, конечно, на наших глазах, видим, я об этом предупреждал. Я все время буду говорить, что я, вот, посмотрите мои ролики, там, с 2000 какого, теперь, получается, года, 16-го я начал, да, вот все время вот этот вот, сколько я вот, меня аж болевать все время тянул от этого патриотизма, национализма, фашизма вот этого, а он и есть фашизм. Все думают, что патриотизм, там, что-то другое, или национализм. Да это и есть нацизм, который превращается, и то, вы знаете, у меня есть ролик нацизм, фашизм, я тоже этим словами бравирую, там порой разница, да, где-то просто это на уровне государственных, где-то не связано с государством, то же самое фашизм, а нацизм, а там есть якобы мелкие отличия, но, по сути, все это каша в одного стакана, все это блеотин, и все это из чадии ада, и все это оттуда, вот. Все эти люди, естественно, дети дьявола, мы уже с вами давно убедились на сегодня, да, вот вам шизо-фашизм, действительно, да, насуются все время с фашистами, где-то их вечно ищут, нацистов, да, сами являясь такими, сами убивая своих граждан, убивая граждан другой любой страны, и все, все им плохие, геи, лесбиянки, да, все неправославные, да, Русь же православная у них святая, вот, мы видим, чем это заканчивается, шизофрении, в самом настоящем смысле слова, они борются с фашизмом, сами являются самими настоящими фашистами, нетерпимость вообще к другим национальностям, но они больше всего, со слов они кричат, мы, многонациональная нация, это ничего не значит, это ничего абсолютно не значит, это просто пустые слова, мы на деле видим, как же вы себе кричите, что вы там многонациональная нация, всех уважаете, страна, вернее, многонациональная, это я оговорился, многонациональная нация, многонациональная страна, да, ну а что же вы теперь, украинцев, или как вы их называете, хохлы, укропы, за черту жизни-то, да, вы отделили-то, Какая разница, живущие на территории России или на Украине, какая разница, весь этот бред по защите русскоговорящего населения. А русскоговорящие разве не живут в Германии, в Италии, во Франции, в Англии, в Японии, в Китае, в Америке, в Северной или Южной. Какой бред, вы знаете, вторнуться в любую страну, которую люди создали, эти границы, уничтожать там все, что только можно, убивать всех на свете. За это еще убивать, гнобить, сажать своих собственных представителей народа, которые против всего этого, ради того, что где-то живут русскоговорящие люди. Но если они там живут, наверное, им там нравится. Если не нравится, ну, могут уехать, продать ей спокойно свое имущество, уехать туда, куда им нравится. Какая проблема-то? Никакая проблема. И мы видим, до чего это докатилось. Действительно, фашизм очень хорошее слово. То есть, связь с шизофренией и фашизмом. Это так и есть. Под видом борьбы с нацистами сами-то они кем-то становятся. Конечно, здесь ничего нового. Я как нерелигиозный человек, ну, как меня называют, верующим. Но дело не в вере, а в знаниях. Я христианин. Естественно, все это старо, как мир. Для нормальных людей, для меня, вот как человека нормального, адекватного, когда я изучал историю, естественно, тех же самых религий всех, это было во все времена, тоже в разных, конечно, не только в христианстве. Всегда удивлял любого христианина в Евангелии, нормального человека, пусть даже не христианина, прочитавшего Евангелие. Его бы удивило, вот за что убили Христа. Ведь его убили за богохульство. Убили кто? Те, кто борется с богохульниками. Вот как назвать? Шизо-богохульники. Шизо-богохулизм. Какое тут слово теперь тоже? Новояз придумать. Удивлялся. Я вот когда читал Евангелие, первый раз, потом тысячи раз. Те, кто громче все кричат, что все кругом еретики, а я праведник, убивают кого? Сами убивают, да. Это вот удивительно. А потом вся эта инквизиция. Инквизиция. Ладно, действительно, Христа распяли иудеи, которые, вы знаете, люби ближнего, ненавидь врага своего. Для них это было нормой. Иисус прямо говорил, вы убивали всех праведников, пророков, умных, добрых людей, к вам посылаемых, учителей и так далее. Ныне власть тьмы, и вот все, время пришло. Да, час ваш. Но когда так называемые христиане, псевдо-христиане, псевдо-христианские культы, православие, католицизм, протестантизм, они все инквизиции устраивали. Надеюсь, если меня слушают протестанты, не будут сильно возмущаться. Если будут, то углубитесь в историю протестантизма. И узнайте, что там делали те же самые протестанты, как оно становилось. Что делал Лютер, когда стали от него откалываться другие, решившие, что да, это, конечно, хорошо, мы тоже против католицизма, но мы и с тобой не согласны. А мы пойдем своим путем. Что там началось? Что при молчаливом согласии таких христиан стало делаться? Да, это очень важно. А какая ксенофобия, вот именно нетерпимость к другим нациям, в частности к евреям, какая была у Лютера? Вы узнаете о своем отце-основателе и его сподвижниках. Потом рассказывайте, была ли там инквизиция или нет. Тоже была. Ее никто, может, так не называл, потому что до такого безумия, как она в католицизме или православии не доходила. Про православие тоже, только и у гиуэтов, и абсолютно неведущих людей думают, что все знают про католическую инквизицию, почему-то знают почему-то в России. А про православную секту, что она инквизиция занималась, никто не хочет знать. Начиная от крещения Руси, да, что там делали, что там делали со всеми нежелающими креститься. Все, проходя тысячу лет, через XVI век, когда те же самые православные друг друга стали сжигать, закрывая в храмах тысячами, старообрядческий, никоновский раскол, кто знает, да. Это ли не инквизиция? То же самое. Шиза, как вот назвать-то, только я вот не знаю, придумайте слово, напишите в комментариях. Я говорю, шизо, 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 чего, да, шизобахулизм или шизоеретикизм, да, все кругом еретики, да, но сами чем являются? Вы знаете, это можно, конечно, не тыкать, очень любят, но а сам-то ты всех на свете обличаешь, вон, грешников, грех. Я говорю, да, только как Иисус сказал, посмотрите на дело, Иисус тоже обличал. Но я-то не призываю, я в отличие от них по делам-то судить, я как раз и призываю, что только словом бороться, обличать зло и беззаконие. Наоборот, всячески протестую, как Иисус, борюсь за то, чтобы любили врагов, чтобы грешников, не в ад убивая тело, посылали, как они говорят, их не душа, и сами потом за ними отправляйся. Наоборот, до последнего, принеся себя в жертву, обличали зло и злодеев, грех и грешников. Тем самым, принося себя в жертву, скорее всего, с тобой расправиться, но ты сам отправляешься в небесное царство любви Иисуса Христа и даешь этим грешникам с тобой такое сотворить. Через какое-то время, осознав это, да, можешь с ними потом, к ним этой грабли вернуться, этот бумеранг, да, их же волки их растерзают, нареча овцами. Да, кто знает, как там с волками жить, поволче жить, там чуть слабинку даешь, ты становишься быстренько овцой и сожирают уже тебя. Вот, этот человек может покаяться и отправиться за тобой в небесное царство любви Иисус Христа, потом встанет на этот путь, да. Даже уже в современном, вот кто знает, там, вот Марина, это Овсянникова, да, которая на первом канале с плакатом вышла. Вчера она еще была на стороне тьмы, сегодня она на стороне света. А если бы ее убить, когда она была на стороне тьмы, да, она 10 лет, по сути, главный редактор, или кто она там была, да, на первом канале. Это же исчадие ада, на самом деле. Это же она довела до всего этого отчасти, она прямо в этом виновата, да, работая на пропаганду. Но эта война, агрессия расистов против украинцев, ее перевернуло мировоззрение. Это же вовсе, а пример. Убейте ее до 24 февраля, и что, сами отправитесь в ад и ее за собой утащите. Проповедуя, если вас там посадили или убили, вы сами отправляетесь в небесное царство любви. И она после такого покаяния, сейчас деятельного покаяния, творения дел достойных покаяния, через некоторое время отправиться к вам в небесное царство любви Иисуса Христа. Вот вам живые примеры. А до чего может докачиться? Вот до такой шизофрении. Поэтому, конечно же, обвинять таких, как я, обвинить тогда Иисуса Христа. Он прямо обличал зло и злодеев. Лично. Не путайте слова Иисуса по поводу «не судите». Иисус имел в виду о суде, приводящем к смерти и исполнении приговора. Он об этом говорил. Тогда его слова не вяжутся с его жизнью. Он всех на свете обличал в беззакониях. Прямо, лично, группами, народы. Учеников своих, неучеников, врагов своих. Называл их детьми дьявола. Потому, почему объяснял. Потому, что вы ищете убить меня. А он человек-убийца от начала. Все это очень важно, да, понимать. Вот такие вот вещи. Поэтому вот это шизофрения, шизофашизм. Мы видим, до чего дошел. Теперь они с плакатами со всеми. Рубаху на себе рвут. Тельняшка. Рясы. Да, что они тут борются с нацистами. На самом деле, сами устроив в мире просто ад. И то, что мы сейчас видим. У нас сегодня, как видите на экране. 29 августа 2022 года. Мы просто, не знаем. Сначала казалось, летим. Сейчас притормозили. Но мы явно катимся. Куда-то. В такой адище. Но об этом, наверное, поговорим в следующем видео. Вот такую я. Сейчас вам сразу. Картинку покажу. Такой вот значок. Следующее видео. Там мы обо всем поговорим. Куда мы катимся? Катимся мы полно и полному пипицу. Вот так вот. Ждет нас просто. Просто катастрофа. Потому что это уже не остановить. Это реально шизофрения. Это реально шизофрения. У людей у этих полный внутри дисбаланс. Казалось бы, я говорю. Они борются с тем внешне, кем сами являются внутри. Это удивительно. Это расстройство. Действительно раскол. Потому что ты, по сути, борешься с самим собой. Только действительно не с самим собой. Есть великий бой. Победа над собой. Есть какие-то стихи какого-то. Уж не помню кого. Самая великая победа из побед. Победа над собой. Вот это действительно. Только если бы они с собой боролись. Со своей шизофренией в голове. Чтобы ее наружу не выпускать. Они, к сожалению, свою внутренность надели внешне на других. И с ними борются. Это страшные вещи. Это все. И побороть это не в наших силах. И в России. Думал я отдельно ролик. Может все запишу. Но сейчас вам скажу. Мы докатились до того, что когда Иисуса брали. И уже все. Он себя предал. В руки грешников написано. Вот он сказал. Сейчас ваше время. Время дьявола и власть тьмы. Вот мы до этого докатились. Хотя мы видим. Он еще кое-что все равно говорил. Я бы выпускал ролики по 10 штук в день. Если бы это могло что-то поменять. Нет. Настала власть тьмы. И время дьявола. Изменить уже мы ничего не можем. Мы могли изменить. Я в этом принимал. Как мог самое активное участие. Я 6 лет. Я говорю. Я ведь в свое время все думал. Почему Господь когда мне явился. Больше 13 лет назад. Сказал купить Библию. Хотя я уж не знаю. А он мне уже говорит купи Библию. Но это был настолько любвеобильный. Чистый. Светлый. Доброжелательный. Ко мне голос. Я понимал что он желает мне какого-то блага. Я должен сделать то что он мне говорит. Вот. И я только через года. Да. Понял зачем это было сказано. Именно для того чтобы я познал истину. Познал все зло всех сект. И что я тот пророк. Который послан к погибшим овцам стада Христова. Да. И видите. Много лет я все думал. Да все года думал. Почему я не знаю там других языков. Почему я не проповедовал английском. Хотя я вам говорю. Что в принципе все нации этому подвержены. Но как мы видим в современной жизни зло. Вот этот очередной виток. То что началась третья мировая. Я думаю ни для кого уже не секрет. Это вы думаете это все вот так закончится. Нет. Это закончится адом. Это уже очевидно. Вы знаете я никогда не страдал апокалиптическими настроениями. Все это я прямо обречаю все эти вещи. Потому что они еще не. Потому что книга откровения не открыта. И только буквально с этими событиями я заколебался. И то я только говорю. Что если мы увидим то что там происходит. Значит это так и есть. Я больше уже на следующий ролик перехожу. Но может и хорошо. Они так за травочкой. Не зря там бесноватый медведев. А четырех садников апокалипсиса. Говорит. А именно с них открывается книга откровения. Господь снимает печати. Эти кони есть печати. Вот именно по ходу. Мы при дверях. Мы при дверях. Если хотите. Так что вот так вот. И вот эти шесть лет реально. Говоря на русском. Теперь я понимаю. Я пытался вот изменить. Людей понимающих русский язык. И чтобы до этого не докатилось. Потому что эта искра. И эта спичка была зажжена именно расистами. Теперь весь мир будет полыхать. Просто в огне. Горнила ада. И мы увидим еще. Все что сейчас творится даже на Украине. Хотя это уже ад. Это то к цветочке. Это то к началу. К сожалению. И действительно похоже. Что мы входим. Ну книгу откровения. И себя в ней увидеть. Можно только по состоявшимся. Сбывшимся событиям. Они еще не сбылись. То есть если сбудутся эти первые всадники. Тогда да. Мы это увидим. И дальше по ней уже можно вообще реально жить. И прям понимать что происходит. Но пока мы вот только все ждем. Когда снимется первая печать. Она в принципе. Ну можно сказать что они сняты. Но мы не можем констатировать. Поставить печать. Что эти факты сбылись. Ладно. Об этом наверное больше поговорю тогда в следующем видео. А то я уже такой переходный. По сути в двух частях немножко. Я часто когда пишу ролики один за другим. Они как-то немножко имеют какую-то связь. У меня на этом все. Что вам пожелать. Даже не знаю. В конце уже. Потому что те кто уже болен этим шизофашизмом. Я не знаю что им может помочь. Те кто еще не болен. Те кто вообще у кого прививка любви. Прививка истины от этой болячки. Ну у тех и так все будет хорошо. У кого печать Духа Святого на челе. Им и мои слова. Больше как елей. На душу просто слышать родное. Что-то родное. Что-то то что есть и у вас. Много ли колеблющихся. Я не знаю. Возможно ли их исцелить. Помните как. В Аватаре. Это то. Как она. Ну вы помните. Ну которая. Жена вождя. Племени этого. Что-то я все позабывал. Как там имя иначе. Ну в общем он этому. Джей Кусули. Джей Кусали. Говорит. Учись хорошо. Небесные люди. Мы вас. Ты говорит. Ничему не могли научить. Вы ничего не понимаете. Учись хорошо. И мы посмотрим. Можно ли исцелить твое безумие. Красивое. Красивое. Правильно сказано. То есть вашу ненависть превратить в любовь. Можно ли исцелить твое безумие. Вот так вот. Я не знаю. Что им может помочь. Уже. Хоть я тоже что-то делаю. Как Иисус. Я говорю. Даже после того. Как настала власть тьмы. Он все равно что-то еще говорил. Что-то еще проповедовал. Даже в этих стесненных обстоятельствах. Кто помнит. Павел после ареста. Тоже пытался. Пользовался любыми возможностями для слова. И мы конечно им пользуемся. Но. Вообще. Так скажем. Книжка схлопнулась. Все схлопывается. Я говорю. Мы просто. Просто в беде в какой-то. Настало время ада и власть тьмы. Это просто караул. Для меня это было такой же неожиданностью. Честно. Кто знает. Я говорю. Мои антиапокалиптические настроения. Ну. Оправданные. Я говорю. Не потому что я в них не верю. Отрицал их. Отодвигал. Отталкивал. Я объективно. Я объективно фактами по книге показывал. Что мы туда еще не вошли. К сожалению. Похоже. Мне со скорбью приходится это признавать. Со слезами на глазах. Что мы вошли. А значит мы будем очень сильно страдать. Что-то позитивного. В современных роликах мне мало что можно сказать. Вы заметили. Они уже все такого настроя. Потому что. Ну а чему радоваться. Страданием. Горем. Печальным слезам. Убийством. Кровью. Чему радоваться. Продолжение следует. Продолжение следует.